Администрация города уже начала подготовку к празднованию Нового года. Общественный совет города Рязани одобрил концепцию празднования 2022 года. А глава администрации Елена Сорокина начала совещание со слов коллеги. Праздник должен состояться. Всего же в нашем городе будет установлено 35 елок и самая большая 22 метра на площади Ленина. Коллеги, общеизвестно, что ожидание праздника зачастую лучше и важнее. С самого праздника очень хочется, чтобы жители ощутили свою сопричастность к подготовке к Новому году. Прошу начать реализацию системы мероприятий по включенности жителей в подготовку к празднованию Нового года. Ежегодно юные рязанцы участвуют в конкурсе поделок. На елках появляются самодельные украшения и игрушки, которые радуют глаз горожан. В середине декабря на улицах появится праздничная иллюминация, светодиодные конструкции и новогодние арт-объекты. В праздничные дни в лесопарке будет работать уличная фотовыставка. Уличные экраны, расположенные на территории лесопарка, Центрального парка культуры отдыха, Лыбинского бульвара, будут работать в течение праздничных дней по специальной эфирной сетке. Каждая программа будет записана в оборудованном новогоднем павильоне и выйдет в определенное время. Старт праздником в областном центре будет дан 25 декабря. Также по городу будет курсировать забавный автобус. Уже разработано несколько маршрутов у елок с анимационными программами. Всего в праздничный сезон состоится более 200 различных мероприятий. Праздники пройдут с соблюдением эпидемиологических требований. Программа празднования нового 2022 года разнообразна и обширна. Главное, чтобы пандемия не внесла коррективы. Герман Гущин, Михаил Азоткин, телекомпания «Город».